Всероссийскую неделю охраны труда уже назвали историческим событием и первой глобальной дискуссионной площадкой. Обменяться опытом в Сочи приехали не только российские специалисты, но и представители авторитетных международных объединений. Говорить здесь будут о вещах серьезных, но просят не забывать и об элементарной профилактической работе. Ежегодно травмы на производстве получают сотни миллионов работников по всему миру. Но есть и утешительная информация. В России количество травматизма и смертельных случаев удалось снизить на 20%. Вместе повысить культуру охраны труда. Таков лозунг первой Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Как сделать эту сферу комфортной и безопасной, говорили уже на самом открытии конференции. Назвали здесь и цифры. Одним словом, на производстве умирает больше людей, чем в результате войн. Поиском новых механизмов решения данной проблемы в рамках недели будут специалисты стран БРИК, Совета Европы и Европейского экономического союза. В течение трех дней в Сочинском медиа-центре пройдут 50 тематических мероприятий, участие в которых примут 8 тысяч человек. Помимо вопросов сохранения жизни и здоровья работников, обсудят здесь и перспективы развития системы правового регулирования в сфере охраны труда и экономической мотивации работодателей к улучшению условий труда. Чтобы эти предложения перенести сословно практику, в правительстве готовятся соответствующие поправки к законам. Создали именно экономический механизм, который стимулирует всех работать на одно дело для того, чтобы сохранять здоровье наших работников и делать это экономически выгодным. Необходимо с тем, чтобы уйти от повышенных тарифов, вкладываться в охрану труда и тогда получается эффект для всех. Поприветствовал участников первой всероссийской недели охраны труда и глава города Анатолий Пахомов отметил, что Сочи не просто ассоциируется с местом, где отдыхают. Здесь действительно приоритетной задачей является оздоровление работников. Что же касается охраны труда, то с работой этой системы курорт познакомился во время подготовки к зимней Олимпиаде и теперь делится опытом с российским и международным сообществом. Объемы работ были огромные. Конечно, количество работников тоже было большое и тут важно было, самая важная задача, которая перед всеми организаторами Олимпийских игр стояла, это не допустить социальной напряженности. И нам это удалось сделать. Сегодня город Сочи продолжает миссию по охране труда. Прежде всего, это оздоровление наших работников, наших жителей, наших россиян. В рамках недели охраны труда открылась в медиа-центре и международная выставка о промышленной безопасности и охране труда. Цель этого мероприятия – продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда, инновационных разработок, повышение уровня культуры труда. Участники конференции отметили, что эта неделя станет значимой не только для российской системы, но и мировой.